Технику для смотра в центр города пригнали ранним утром. В один ряд выстроили автогрейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Все машины на площади у местного филиала Народного банка в 12 микрорайоне, конечно, не поместились. Поэтому о том, какая именно спецтехника стоит в гаражах подрядных организаций, говорилось уже в отчетах. Содержание городских дорог этой зимой доверили 14 подрядным организациям. Среди них, как всем известные Актубета Закала, КТП и Актубе Гордорстрой, так и новые. Бошан, Трансавто, Ерхат, Жолдары и Матай. Техники всегда не хватает, но мы должны иметь возможность мобилизации, быстрой мобилизации. Поэтому всем управляющим компаниям, крупным компаниям, которым мы имеем договорные обязательства, дано соответствующее поручение, чтобы они подготовились, имели у себя резервы в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Мы должны сейчас определить все проблемные зоны, мы уже их определили, где первое время собирается вода, снег, оперативно, чтобы они могли устранять это. Для борьбы с гололедом подрядчиками уже закуплено 420 тонн соли, свыше 1000 тонн песко-соляной смеси. Компании к выполнению своих обязательств по содержанию дорог в осенне-зимний период приступят уже с 15 октября. В то же время в очистке прибордерных территорий будет задействовано 20 бригад. Так называемые снежные полигоны расположат на пяти участках, близких к городу, в целях сокращения расстояния перевозки снега из областного центра. Также предполагается, что еще 50 единиц спецтехники будут очищать внутриквартальные проезды. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».